И сегодня на нашем диване человек, для представления которого не требуются длинные титулы и пространные объяснения, достаточно одного имени режиссер Роман Вивиктюк. Роман Григорьевич, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Давайте сразу быка за рога. Маскарад Маркиза де Садо. Это о чем? О чем? Ну, сам Маркиз де Садо, это уже фигура, которая в вечности, фигура в истории. И связано с ней очень интересно, потому что 17 лет он просидел в тюрьмах и в сумасшедшем доме. Правители менялись. А он сидел. И он из окон тюрьмы приветствовал французскую революцию. И ему казалось, что наконец свобода. На участники революции моментально его отправили опять в тюрьму, потом в сумасшедший дом. Но гениальность его была в том, что его пыталась власть через полицию поглотить. И даже еще самое страшное, что главный начальник полиции, он пытался быть его вторым «я». Он его настолько дублировал, не только текстово. Он писал за него тексты все скабрезные, которые тот плакал и кричал, я этого не писал. Они все равно печатали, потому что был успех. Но поймать форму души Маркиза де Садо ему не удалось. Все внешние зигзаги, все повороты тела, он это удивительно копировал. Но проглотить гениальность не смог совершенно. Власть может все. Но душу и форму души изменить не может никогда. В этом есть счастье Творца, но и его мука. Это та стойкость, которая требует такого понимания, что с тобой делает, что ты должен категорически быть своей аурой, светом защищен. Свет поймать нельзя. Вот ваше солнышко. Вот я сейчас прилетел, первое, что я посмотрел на море, на небо. И я понимаю, что оно светит, что бы ни было, кто ненавидит, кто пытается убить. А оно говорит, схватить меня нельзя. И эта земля – свет. И эту землю категорически никому не удастся, как маркиза де Сада, приручить, изменить и уничтожить. Тогда у меня каверзный вопрос. А вам в этой постановке удалось поймать форму души де Сада? Вы смогли его поймать и перебрать? Конечно, да, но это нужно во время спектакля, потому что Дима Бозин, который его играет, и все ребята, они уже на низ 19 лет со мной. Понимаешь? Они уже настолько меня понимают и чувствуют. И Дима настолько точно это все делает. И каждый спектакль, он эту форму души так присваивает себе. И он настолько точно в ней импровизирует. Но самое удивительное, что энергия этой души и свет души придите, увидите в нем с самого начала. Вот только он выходит на сцену – все. Ну, давайте как раз вот сейчас покажем телезрителям отрывок из-за пьесы. А крайником маркиза де Сада многие стать мечтали. Да ведь и ты тоже мечтал. Ненадежная, значит, у меня оказалась мечта. Я, если позволите, человек простой, трусливый, как дворняжка. И понять, что у вас здесь происходит, не могу, а уж тем более объяснить. Но сдается мне то, что здесь происходит, мне участвовать неохота. Отец меня учил, сын мой. И если твой ум чего не понимает, послушай сердце. Мудрый у тебя был отец. Проблема же, по-моему, в том, что многие сердце своего уже давно не слышат. Категория. И не хотят слышать. Потому что оно не бьется, оно пустое совершенно. Это самое страшное. Что же делать? Я бы вас хотела спросить такую вещь. Ну, не пугай. Творец, он обязательно должен быть в конфликте с властью? Это как одна из методов? По-другому не может быть, потому что власть и творец – это только конфронтация. И если этого нет, или творец шагает с победной армадой вместе в ногу, творчества не будет никакого. Он всегда должен быть на обочине. И все видеть со стороны. И не участвовать. Потому что участие моментально душу, сердце выхолощивает. И вы только идеологии существуете, и больше ничего. А творчество и идеология – это две совершенно разные вещи. Тогда у меня второй вопрос. А вы кто? Вы же и режиссер? Ну? Их у друг театра? А я учитель. Нет, я гуру и учитель. Это большая разница. А учитель должен соответствовать свету. Знаешь, если вечером себе представить, где-то домик, да, и открыто окошечко, да, и горит лампочка. Бабочки бегут, летят на этот свет. Но в нем-то они и сгорают обычно. Он сгорают тогда, когда ты сразу хочешь достичь всего. И ты сразу летишь на эту лампочку. Пшик! И крыльев нет. Есть другие хитрые, которые вот так летают вокруг, вокруг, посидят где-то, да, и опять думают. Ой, я уже свет хватило. А оказывается, надо раствориться в твоем свете. Два света проникают друг в друга. И тогда сияние, тогда аура вокруг. И знаете, что публика же аплодирует в конце не артистам, а себе. Потому у них тоже организм начинает вибрировать, светиться, и они кричат. Боже, у нас есть сердце, у нас есть потребность и способность любить. Видишь, как я сразу кричу. И мы обожаем публику и в Тель-Авиве, и в Израиле. Потому что приходят уже те, кто приручен. А кого приручаешь, как говорил Экзюперий, нельзя бросать. Ответственность. Ты же все-таки Библию знаешь. Правда? Сорок лет водил Моисей. Сорок лет. Пока те, кто был в рабстве, не исчезли. Чтобы возникло новое поколение, которое способно вот на то, о чем я кричу и ради чего я служу в Тель-Авиве. И тогда по этой же аналогии я бы хотела вас спросить о ситуации в России. Как вы видите ее сейчас? Там тоже понадобится сроки. Ты, наверное, хочешь меня подставить, они все же могут увидеть, услышать. А не хотите отвечать, не надо? Нет, ну как я могу не отвечать? Ну а о чем ты говоришь? Понимаешь, в чем отличается Россия от других стран? В других странах власть служит человеку. В России человек служит власти. Служит, 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 служит. Он попадает в рабство от власти. И так и умирает. Человек никому не нужен. Все. Видишь, как я просто тебе рассказал. И, кстати, очень разумно это действительно правда. Роман Григорьевич, Виктюк, огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Но ты столько задала вопросов. Я сдал экзамен. У меня есть еще тысяча вопросов. Просто время на шум вывышло. Приходи на спектакль. И после спектакля все вопросы, если я сумею ответить, я тебе расшифрую. С удовольствием. Чтобы твоя душа была чиста. Режиссер Роман Виктюк, большое вам спасибо. Спасибо, Солнечка. До свидания. До встречи.